Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Генеральный партнер службы новостей город Оптика Кронос. Юношам и девушкам, бабушкам и дедушкам, Всем без исключения новое решение Для отдыха и ждения, для глаз украшения, Имеет важное значение Оптика Кронос. Оптика Кронос. Современная оптика. Здравствуйте, в эфире праздничный выпуск службы новостей город. Меня зовут Дмитрий Сорокин. Главная тема на этой неделе – День Победы. И в ближайшие минуты мы расскажем вам о войне глазами ее нижегородских участников. И вот первая история. Ветеран Великой Отечественной Алексей Звездин всю свою жизнь дарит подарки потомкам. В молодости победу, в старости детский городок, который сделал своими руками. С человеком, который прошагал пол Европы и в свои 87 не может усидеть на месте, пообщалась Елена Демидова. Вот я им сделал изгорыть. Они там сажают все, видите? Каждое утро Алексей Петрович приходит в детский садик как на работу. Еще два года назад, несмотря на то, что мужчине 87, он действительно числился в штате. Этот детский городок единственный в своем роде соурудил собственными руками. Вместо стандартных качелей здесь мельница, теремок, колодец и даже настоящий вокзал. Были еще паровозы-самолет. Но от старости, первые экспонаты появились четверть века назад, дерево разрушилось. А некоторые постройки растащили хулиганы. Так, например, колокол у часовни. А ребятишки бывало тень, 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 тень. Старушки шли сюда и обязательно перекрестятся, когда это было. Вызлаком все покрыли, знаете, как блестело? Ужасно, красиво было. В каждом из объектов сюжеты из прошлого Алексея Петровича. В одних деревенское детство, в других рабочая юность и зрелость. Подлатать свои поделки сам уже не может. А работникам детского сада под силу только навести косметический ремонт. Поэтому на месте авторских объектов постепенно появляется современное. Им мужчина не доверяет. Вот как сейчас делают коробки. Ну и что, окно, и окно. А что дети внизу делают, не знаю. Я делал специально вот так вот, чтобы видно было, чем дети занимаются. Кстати, и сами дети больше любят деревянный городок. Нет, больше любят детский городок. И до сих пор приходят дети, которые давно уже вышли из нашего детского сада. Они живут где-то рядышком. Приходят к Алексею Петровичу, помнят его, любят его и приходят играть. А это значит, как говорит Алексей Петрович, что он свое обещание сдержал. За рок, что сделать что-то хорошее для детей, он дал сразу после войны. И сейчас на свою осуществленную мечту ветеран в любой момент может посмотреть из окна квартиры. Навещать свое детище он любит больше, чем вспоминать военные годы. Несмотря на то, что ушел на фронт в 43-м, когда ему было 17 лет, успел прошагать пол Европы, был минометчиком и связистом. На всю жизнь Алексею Петровичу запомнился случай, когда он чуть ли не голыми руками взял немца. Дело было в Польше. В советском штабе полка фашисты убили двух связистов. Алексея вызвали прослушать место. Молодой солдат сразу учуял врага. Немца нашли в воронке от бомбы. От фронтовой молодости остались две фотографии полной грудь медалей. Самые ценные для Алексея Петровича за отвагу и за освобождение Польши. Про то, что наши победили, узнал уже после 9 мая. Был занят, гнал фашистов. Не думал, что и сейчас почувствовать праздник победы может что-то помешать. К сожалению, оказалось, что может. В прошлом году Алексей Петрович с трудом попал на парад. Меня не пускают и все. Где у вас пропуск есть? Вам приглашение есть? Я говорю, ничего. Я говорю, два фронта прошел. И я думал, меня когда, говорю, на фронт война была, меня не спрашивали ни пропуск, а только вперед. Говорю, а здесь пропуск. Почему я не должен? Мерсенеры не пущу и все. Лишь после того, как охрана уточнила фамилию ветерану руководства, его все-таки пропустили. Но осадок остался. Алексей Петрович привык к таким неприятным сюрпризам. За длинную жизнь их было немало. А Душину находит дома. Там есть специальный уголок под названием «Территория для души». Эти композиции, которые делают из мусора, обнажают человеческие пороки. Когда ЖЭК был, писали. Вот они, видишь, начальник говорит. Ну и что, говорит? Выйдем, а выдержат они. Выдержат, куда они денутся. Несмотря ни на что, Алексей Петрович не унывает. Идет по жизни с улыбкой, чего и молодежи советуют. А еще уважать старших, чтобы потом не было стыдно. Елена Демидова, Николай Хлобостов, служба новостей «Город». Когда началась война, Любови Козловой было девять. Какой вклад в победу внесла маленькая девочка? И как уже после войны пыталась сохранить память о солдатах-героях? Наш следующий сюжет. Очень хорошо помню, когда немцы подходили к Москве. Вот вы знаете, мы все сидели в кухне, у нас в кухне было радио, и слушали по радио. Вообще вот никаких, так сказать, вообще страшно было. От тех времен у Любви Ильиничной почти ничего не осталось, кроме воспоминаний. Когда началась война, ей едва исполнилось девять. Школу на Верхневоложской набережной, где она училась, быстро приспособили под госпиталь. Они все равно продолжали туда бегать, носили воду солдатам и писали письма за тех, кто из-за ранения делать это самостоятельно уже не мог. Помню человека с сильным ожогом лица. Вот это я очень испугалась тогда, еще маленькая была. Ну а потом, вот просто я говорю, мы ходили и с концертами, и главное, в основном ухаживали за ранеными. Как же не пойти вообще, это, знаете, ты был святой. Уж если так вот говорить, да, то все, без заговорочные вообще шли. Родителями называют бабушку и дедушку. Мать потеряла, когда была совсем маленькая, а отец ушел на фронт и без вести пропал в начале 43-го под Оржевом. Он был политработником. Очень хороший человек был. Вот я его, знаете, помню последний момент, когда он приезжал к нам на улицу Минина, я на улице Минина жила, и когда вот он уходил от меня, из подъезда вышел, он пошел, и я ему махала рукой, и вот до сих пор он в этой большой такой полушубке, он мне запомнился. Оставаться одной было страшно, пугал не столько голод, хотя не доедали все, сколько бомбежки. Бомбили в основном в автозаводском районе. Фашисты хотели уничтожить завод, который давал фронту танки и пушки, но доставалось и верхней части города. На другой день с мамой пошли на место бомбежки, и было, конечно, страшно. Знаете, еще тлили дома, угли, людей уже не было, их увезли, но вот этот чат, стоял чат. Вот это у меня, вот знаете, можете верить, может нет, но мне до сих пор, я до сих пор вот все это вижу глазами. Война повлияла и на выбор профессии, решила стать учителем истории, чтобы рассказать об увиденном из первых уст. В школе номер 8 теперь уже лицея проработала больше 50 лет. Ученики ее просто обожают, и по собственному желанию приходит музей, посвященный боевой славе. Пришла сюда в музей, вела вот именно эту экскурсию по Великой Отечественной войне. Она была очень интересной для меня, и сейчас молодое поколение должно знать эту историю, историю войны, потому что все меньше и меньше ветеранов остается, и некому донести до молодежи весь ужас войны, все события. Сейчас школьному музею 33 года. Он постоянно пополняется новыми экспонатами из личного архива учеников и учителей. Это все мы под Одессой. Вот это мы под Одессой нашли. А это нам подарили, и мы везли из Бреста. Снаряды и саперная лопатка – все подлинное и настоящее. Такие находки Любовь Козлова привозила из поисковых экспедиций, из многих уголков страны и бывшего СНГ. Но не сувениры для школьного музея были основной целью поездок добровольцев. В каждую такую экспедицию они находили без вести пропавших героев войны. Учеников Нижегородского лицея номер 8. Цель всех наших экспедиций была найти место гибели и место захоронения. Представьте себе, если сначала было 33, а теперь 73. Ну вот сколько, как долго длились эти поиски. Сейчас усилиями школы создана даже специальная книга. А возле школы стоит мемориал. На камне высечены имена без вести пропавших. 9 мая здесь будет праздничная линейка, где не забудут каждого героя. Мария Белова и Николай Хлобостов. Служба новостей город. Легендарная военная техника вернулась в Нижегородский Кремль. Система залпового огня «Катюша» и легковой автомобиль повышенной проходимости «ГАЗ-67Б» были восстановлены на Горьковском автомобильном заводе и переданы региональному правительству. Принимал работу губернатор Валерий Шанцев, а помогали ему ветераны «ГАЗа». На реставрацию машин отправили 20 ноября прошлого года. Сделать это было необходимо. Отдельные части корпуса давно сгнили и требовали замены, а шасси были деформированы. Реконструировать легендарную технику отправили в ателье «ГАЗа». Это единственный в России промышленный центр по восстановлению раритетных машин любых мировых марок. В поисках конструкторской документации пришлось объехать полстраны. Единственная исторически верная «Катюша» осталась только в Санкт-Петербурге в артиллерийском музее. В военной технике полностью воссоздан интерьер и система управления, а также разработана специальная система защиты против вандалов. Не зря наш город получил звание «Арсенала Великой Победы». Поэтому трудовая слава, она должна остаться в веках, а можно много рассказывать. Но лучше показать, чтобы дети и внуки, и правнуки видели и знали, какая техника выпускалась. Фашисты называли «Катюшу» адским огнем. За годы войны Горьковский автозавод выпустил 30 тысяч корпусов снарядов для этой машины. Об этом не понаслышке знают ветераны газа, труженики тыла. «На фронте были наши ГАЗ-67, теперь были самоходки С-76, и вот то, упускаемое, скажем, продукции автозавода, оно очень продало себя на фронте». После торжественной части губернатор Валерий Шанцев пообщался с ветеранами в неофициальной обстановке, вручил подарки, послушал фронтовые истории и даже спел песни военных лет. «Выходила на берег Катюша, на высокий берег он крутой». Герой нашего следующего сюжета сам не воевал, но о войне знает не понаслышке. Пишет стихи об участи блокадников и рассказывает школьникам, что ему пришлось пережить в их возрасте. Историю Владимира Абрамова расскажет Андрей Яганов. Намазанный медом России поля, отсюда и это все жрущая тля, оставили в прошлом события след, и мне уж немало за 70 лет. Владимир Михайлович Абрамов в войне участия не принимал, но эта беда коснулась его напрямую. Когда началась Великая Отечественная, маленькому Вове было всего 4 года. Война настигла его семью в осажденном немцами Ленинграде. «Бом довольно маленький, но я так и помню, что бомбежки, бомбежки, вой сирен, вот у меня что-то самое, отразилось, осталось в душе. Вот, бесперерывный обстрел, бесперерывные бомбежки, голод, холод. Вот, не было отопления, не было воды, вообще ничего не было». Отец Владимира Михайловича был кадровым офицером и участвовал еще в русско-финской войне, где был сильно ранен в ногу. Из-за ранения на фронт Великой Отечественной его не взяли, и приходилось работать в осажденном Ленинграде, чинить изувеченные суда. Мать во время осады была в положении и умерла при родах. «Настало для матери время родин, невластенный год, хоть он господин. Подруга его стояла здесь же с косою, с костлявой рукою, ногою босою. Смерть. Забрали обеих, и мать, и дитя. Настроены были они, не шутя. Над плачем сироток они, веселясь, к отцу на работу сходили, вдобавок и папу сгубили. У меня отец умер прямо на работе от голода». В 1946-м Владимира Михайловича забрал из Ленинграда его дядя и перевез в Горький. Здесь, будучи мальчишкой, он увлекся авиа- и судомоделированием, столярным делом и начал писать свои первые стихи воспоминания о войне. Сейчас в планах у ветерана наложить свои стихи на музыку. Небольшой прогресс в этом замысле уже есть. «Думаю, что со временем, к 70-летию Победы, наверное, какой-нибудь композитор возьмется и мы напишем это самое. Вот эта вот мелодия как раз и... «Начало блокады, отметим со скорбью, теперь уж прошло 70 лет, мы были когда-то блокадные дети, но помним мы холод и голод тех бед». У меня голоса нет, вы меня извините, конечно. Вы не представляете, что такое чувство голода. Это чувство голода, когда выделяется кислота. Она разъедает стенки животка, и поэтому надо что-то съесть, для того, чтобы она впиталась и не разъедала. А это без конца. День и ночь выделяется кислота, а есть нечего абсолютно, да? И она разъедает. Это муки страшные, это у тебя в животе раскаленный металл. Вот. Ты не думаешь ни о чем, ты думаешь только о крошке хлеба. Владимир Михайлович – мастер на все руки. Как и в детстве, он продолжает мастерить поделки из дерева и металла, сам вырезает иконы. Также в коллекции пенсионера несколько самодельных изобретений, которые помогли ему прокормить себя в непростые 90-е годы. «Начало блокады отметим соскобью, теперь уж прошло 70 лет». Римма Черных – труженица тыла. Во время Второй мировой вместе с ансамблем она провожала солдат на войну и поддерживала в госпиталях. «Мы на свете еще поживем, и по полной осушим стаканы. Будет радость и полон наш дом. Будем живы, друзья, ветераны». С песней по жизни. В свои 86 лет труженица тыла Римма Ивановна Черных, как и в 41-м, поет военные песни. Всю свою жизнь она выступает с ансамблем. Говорит, и в день, когда началась война, пели песни, и ничто не предвещало беды. «Идем по парку по нашему Шрицаре, песни поем веселые такие. И нам вот навстречу девочки попались. Говорят, что вы, выселитесь-то как? Мы гуляли, отдыхали. Война началась». С того дня все в жизни кардинально поменялось. Но петь с ансамблем юная девушка не перестала. Выступали на призывных пунктах с концертами, провожая ребят на войну патриотичными песнями. «В то время, вот когда был призывный пункт, призыв этих добровольцев было гораздо больше, чем по поездкам люди являлись». С ансамблем поддерживали и раненых в госпитале. Но, конечно, не только пели. В военные годы все трудились на заводах. Юная Римма вместе с другими девушками собирала детали для радиотехники. Отчетливо помнит ветеран День Победы. Говорит, на заводе к нему готовились задолго до 9 мая. Все надеялись, что объявят. Но война продолжалась. Строили помост для митинга. Трибуну ставили. Но не объявляли. Опять все разберут. Потом, значит, опять все собирали. И вот когда объявили, что война кончилась, мы, значит, все кто куда, кто по домам пошли. У меня, знаете, какое чувство было? Какой-то ненужности. Мы уже так работали. И тут, друг, ничего не делаем. Сразу после войны Римма Ивановна познакомилась со своим будущим мужем, который прошел всю войну, был ранен, но выжил. Оба стали работать на заводах. После появился сын, которому сейчас 62 года. Сейчас у Риммы Ивановны несколько взрослых внуков и маленьких правнуков. По-прежнему ветеран продолжает петь и выступать со своим ансамблем в домах культуры и на городских праздниках. Оксана Васильева, Алексей Соколов. Служба новостей город. И на этом у меня все. Я еще раз поздравляю наших дорогих ветеранов с Днем Победы. Низкий вам поклон. А я напомню, в студии был Дмитрий Сорокин. Всего вам самого доброго и до встречи. Генеральный партнер службы новостей город Оптика Кронос Юношам и девушкам, бабушкам и дедушкам, всем без исключения, новое решение Для отдыха и чтения, для глаз украшения, имеет важное значение Оптика Кронос Оптика Кронос. Современная оптика Устали от шума за окном? Тогда вам необходимы новые пластиковые окна Уютные окна. Доставка и установка пластиковых окон под индивидуальные размеры Уютные окна. www.domnn.rf Улица Щербакова, 37. Телефон 2-912-777 Современный медицинский центр «Онли клиник» Восстановление и улучшение потенции у мужчин вне зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний Деликатная гинекология для женщин, лечение эрозии шейки матки современными методами Лечение геморроя, без боли и операции Анонимность и корректность «Онли клиник» – деликатное решение деликатных проблем 12 мая в Арзамасе днем плюс 25 градусов, погода малооблачная, ночью плюс 19 В Граце днем плюс 19 градусов, переменная облачность, возможны дождь и гроза, ночью 17 градусов выше 0 В Сергачи днем плюс 22 градуса, переменная облачность, возможны дождь и гроза, ночью 18 градусов тепла В Чкалске днем плюс 17, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ночью плюс 16 градусов В Дивеево днем плюс 21, переменная облачность, возможны дождь и гроза, ночью 16 градусов тепла В Иксе днем плюс 25, переменная облачность, ночью плюс 19 градусов Держинский днем плюс 21, переменная облачность, возможны дождь и гроза, ночью 16 градусов выше 0 В Нижнем Новгороде 12 мая днем 20 градусов тепла, переменная облачность, возможны дождь и гроза, ночью плюс 16 градусов